Что можно разговаривать с ним, не выходя из тела, а так у меня в школе был уже такой план созрел, знаете ли, вот простыть специально, вот объесть мороженого, вот заболеть, умереть снова, что-то с ним пообщаться, хотя-то было больно, и воспоминания о том, как я уходил и заходил было, ну, очень живо тогда, сейчас уже забылось много чего, вот тогда-то все было еще по-живому, еще какие-то дни только прошли после этого. Но я даже готов был на это, но мне хотелось хотя бы секундочку в глаза снова посмотреть, хотя бы секундочку туда, я просто не мог без этого жить, просто, понимаете, поймите, я вот, и некому было подсказать, что можно с ним разговаривать не выходя из тела, не умирая, без экстрима такого, не объедая с мороженым, вот еще, и не простывая, что можно с ним нормально, вот просто разговаривать. Ну, во сне я научился этому, во сне там мальчики, девочки, ну, короче, это долгая история, вот, научился, потом был другой сон, в котором научился я обращаться к нему, как к своему отцу, для меня это был такой стресс вообще, у меня мама, папа, семья, и вдруг, представляете себе, узнаю, что у меня есть другой отец, и он более реальный отец, вот это да, он и папа, и мама, и все для меня, вот это да, для меня такой стресс не передать. Но, тоже научился к нему обращаться, как к папочке, как к папе, вот. Потом теория, когда библейская пришла в мою жизнь, я понял, что на самом деле это великое чудо, что Иисус Христос является действительно, вот, ходатай нового завета, и что есть возможность вот такая, вот, человеку, любому обращаться посредством, вот, крови Христа, как первого священника. Все было понятно, и вообще все было просто и понятно. А затем началась моя другая история, о ней не очень приятно вспоминать до сих пор, вот, хотя столько лет прошло, но до сих пор, ну, скажу так, бывает очень неприятно даже, даже вспоминать об этом. Но говорить надо, я, потому что даже тем, вот, какую избрал, как раз сегодня, говорить о свободе от религиозного культизма, я расскажу о том, как попал в общение с бесами, как попал в религиозный культизм. Вот, это нужно знать, чтобы, ну, и сомнение попадаться вам, и помогать другим людям, которые попадаются в закладку врага. И, с чего началось-то? Началось все хорошо, вначале было все хорошо. Вообще, враг, он всегда заманивает, знаете, вот, какими-то такими вещами, какой-то бесплатный сыр, какие-то вещи такие заманчивые. Я не знаю, но у каждого свое, какая-то приманка своя какая-то. У рыбки тоже. Одной рыбки, допустим, на рыбалке, да, нужна одна, допустим, приманочка, другой там, другая, и третья не нужна там, и прочее. Вот, и у каждого из нас есть какие-то свои приманки. Вот. Меня как художника приманило, конечно, вот искусство. Меня приманило, вот, это, как раз, больше церковная, вот, красота, благовекие, храмовое благочестие, вот, и я был восхищен этим и учился на это. Вот, я так думаю, что это как раз послужило для меня приманочкой такой хорошей. Вот, так, спустя годы, когда уже я вышел из традиционного православия, уже пару лет уже я не молился никому, кроме Господа снова, вот, и не почитал никакие там эти вещи, но, религиозные. Но, знаете, уже в Киеве будущее, в 98-м уже году, кстати, да, Бог указал мне грязь, с которой Он мне достал. Вот, прямо во сне, во сне. Я не так много вижу снов, вот, но иногда во сне Бог так учит таким образом каким-то, удивительно. Вот, и перед тем, я там преподавал тогда в библейском институте, на Суснаве, и там много студентов было, которые бывшие наркоманы, алкогольники, проститутки, сутенеры, там, бандиты всякие, там, ну, порядочных грешников, там, раз-два, в чоксе было. Вот, значит, и, там первый ряды сидишь, ну, я когда выходил за кафедру, первый ряды все там в наколках такие, там, знаете, там, чтобы в темном переулке таких братьев встретить не хотелось бы. Вот, а потом после, там, ну, на перемене подошел один человек, он был без наколок, он такой, вообще, приятный наружности, и, как бы, как потом выяснилось, он сам был страшный бандит, но там. Но внешность была у него никакая не уголовная, то есть вот такая, знаете, вообще такой, ну, обычный гражданин, добрый такой, вот, как бы, значит, и все, никаких наколок у него, там, никаких, там, этих, повадок этих-то, этих бандитских. Вот, значит, и, ну, он, значит, сказал мне, что, батюшка, можете ли вы, как бы, вот, проехать с нами, значит, там, в одно место и помолиться за женщину, одну, которая умирает, значит, от страшной болезни, там, от наркотиков умирает она. И я согласился, ну, что ж это дело, что такое пастырское, ну, я, конечно, с удовольствием поеду, послужу, помолюсь за ту женщину, вот. И, ну, он сказал, что там эта женщина в очень плохом состоянии, в таком ужаснейшем состоянии, вот. Ну, я думаю, как бы, всякое видел, вот, как бы, значит, ну, то, что я увидел там, было больше всех моих, страшнее всех моих ожиданий. Вот, когда мы там в квартиру взошли, открыли дверь, знаете, вот, там такая вонища, как будто тело мертвое лежало там давно уже. К ужасу своему я увидел, женщина была жива еще, вот, она заживо гнила. Вот, под ней кровать была, как большой памперс, гной крови, вот. Она была голая, но и кожи на ней мало осталось вообще. А на ногах были видны кости, она прогнила до кости, значит, плодка у нее прогнила, провалилась внутрь, вообще, как она была жива, я не знаю, один бог только знает, как она была жива, эта женщина. Почему она была жива, я знал, что она жива. У нее глаза шевелились и на одной руке пальцы шевелились, вот все, что в ней шевелилось. Вот, и вот в таком состоянии, меня там чуть не стошнило, а меня еще предложили пройти туда, к ней, ближе. А я еще, как назло, еще перед тем поел, пастор Виктор Луцин, там, организовал обед, такой пастор с ней, меня-то чуть не стошнило. Я там первую минуту боролся, чтобы мне там не обливаться просто, думаю, а то опозорюсь, батюшку позвали, а вот так все. Вот, да. Вот, и, значит, я там боролся с этим. Ну, тот бывший бандит, он, видимо, понял, что я пока не в состоянии говорить. Он тоже принюхался, он уже бывал там, вот, значит, и он давал, значит, там что-то говорить женщине. А я еще думаю, а что он говорит, она же вообще, ну, вряд ли что-то сейчас слышит, вообще. А он ей говорит, что если слышишь нас, допустим, да, значит, то моргни там три раза, допустим, или два раза, там, ну, дай знак. И она моргала, вот сколько он сказал, сколько она и моргала. Мне вообще дурно стало, думаю, она же еще все понимает, еще. И, значит, и, ну, ладно, потом, ну, не знаю, принюхался, не принюхался, но вроде как бы уже не тошнило. Вот, и, да и, знаете ли, когда стал говорить слово, Бог приходит уже, ну, присутствие Божье, и там уже вонища, не вонища, уже, уже как-то уже, уже совсем другая уже тема. Уже, уже тоже говорил эта женщина слово, и тоже просил ее моргать там, значит, она моргала, значит, там, сколько надо, и, в общем, подтверждала, что она соглашается, вот, принимает и согласилась молиться. Для меня, как для художника, был такой стресс. Я вообще, я в первой жизни, кстати, и последней, я такого не видел никогда больше, я видел молитву глазами. Вообще, она не могла ничего говорить вообще-то. Вот, но она молилась чистой глазами. У дюрера есть гравюра руки, да, вот, ну, а это глаза. Это было что-то с чем-то. Я вот говорю, ну, сколько лет прошло, и я такого не видел нигде больше. Вот, и она реально молилась, хотя не повторяла ни слова, да, но на все сто, я убежден был, она молилась. И не то, что она там перед тем моргала, там, сколько надо, а вот, вот, она реально, глаза ее молились. Это было незабываемо просто вообще. Помолились после этого, благословили эту женщину, вот, и уехали. Я приехал домой, я весь мылся, мне казалось, я весь пропах, этим трупным запахом таким. Знаете ли, а там прям трупным запахом было в квартире. И молюсь потом. И знаете, вот, такая мысль такая, пронеслась как-то, вот, шальная, что, вот, благодарю тебя, Господи, что я не такой, как некоторые люди, там, вот, значит, там. А по дороге туда-обратно тот товарищ, тот бывший бандит, он, значит, рассказал, значит, там, историю той женщины. То есть, ну, короче, Мария Магдалина, по сравнению с ней, это, вообще, значит, анекицы точек. Вот, значит, одним словом, значит, история эта женщина была такая, что хоть кино снимай. Вот, значит, и, то есть, все пороки, какие только возможны, вообще, вот, и мыслимые, и немыслимые эта женщина, и бандитизм, и всякое, всякое. То есть, она была даже женой какого-то там бандита тоже, вот, покойного уже. Вот, и, короче, думаю, вообще, думаю, вот это, да, вот это жуткая история жизни. Но, ну, одно, конечно, утешало, что она, вот, сутки перед смертью, но, вот, я понимал, что душа ее была в теле, вот, Бог сохранил ее ради вот этого момента, чтобы она молилась, чтобы она, вот, пусть даже без слов, пусть даже, вот, ну, без ничего, только вот глазами, но сердцем, да, но она молилась, молилась Богу. Вот, ради этого Бог сохранил ее душу в этом теле, уже полуразложившемся теле. Вот такая история. Ну, ладно. И уже дома вот мысль такая пронеслась, я, конечно, мысль отогнал, она очень похожа была на то, что в Библии там, внутри фарисеи, значит, я же не хочу, как фарисея, потому что, плохой персонаж, думаю, ну, как бы. Ну, я отогнал эту мысль, как бы, значит, ну, она мне где-то глубоко внутри понравилась, я так понял, потом, из последующего. Вот, сна, значит, знаете, как бывает, что, предлагаю тебе, борща будешь, вроде как, ну, что, я сам оговорил, что ли? Нет. А сам думаешь, вот так, как бы, неплохо было бы, здорово предлагаю, тоже, вроде, отказываешься. А если третий раз оказался, вроде как, вообще, супер вежливый. Да, значит, я помню, как первый попал в американскую культуру, а там это вообще, это, кажется, невежливый, как раз, наоборот. Там, если да, значит, да, нет, нет. Они совсем, как с другой планеты, вообще. Вот, ну, ладно, это другая история уже. И вот, и во сне я вдруг увидел, я просто, я заснул, и оказался, ну, как-то, не знаю, назвать даже, короче, такая грязища, это невероятно. Я видел грязь, с которой я знал четко, как вот Тахрюшка знает, наверное, свою, лужу свою, да, значит, вот я знал, это моя грязь, точно. Хотя я первый раз ее увидел, в общем, во сне, но я понимал, что я с нее был взят из грязи, в князи. Вот, и я знал, что это моя грязь, бывшая, что я оттуда. И она была такая страшная, там были другие грязи, страшные тоже, но моя была пострашнее, чем их-то. Вот, там, значит, у тех, ну, хрестоматийные грешники, там были грязи такие, хрестоматийных грешников, там, блутники всякие, там, значит, душегубы, значит, там, ну, прочее. грязь была в связи с моей грязью вообще как бы еще не расскажешь все ну короче как кладко как это не так назвать это даже просто дружес ну просто вырубить и не раз и представляете и пока я смотрю на эту грязищу вот и не пойму к чему это вообще я все это вижу зачем она мне нужно надо все это смотреть-то князю уже как бы грязь это все видеть опять и представляете и во сне слышу голос который повторяет мне одно и то же несколько раз слово в слово при том забыть это невозможно просто было этот голос одно и то же повторял несколько раз он сказал следующее для того чтобы чтобы спасти тебя мне понадобилось больше усилий чем для того чтобы спасти наркомана алкогольника или проститутку держи то что то что сейчас имеешь дороже тем что ты сейчас имеешь и так было сказано если несколько раз я проснулся и только проснулся и только было подумал только вот только начал мы что-то же хорошо сон она же не приснилось и вот за что купил зато продал тот же самый голос тихо тихо как будто мысль но ты явно не моя мысль была тоже самое уже в мои уши слова в слово повторил я уже спал я уже проснулся я уже был здесь уже все я лежал на подушке и тоже волос тихо но также стверд твердо и тихо и твердо одновременно сказала слова слова тоже самое я уже не могу же подумать сюда движ вот сон был знаете ли вашу не приснилось может меньше надо было есть на начнем или что нет это не это не нет ни с того совсем да а что же вас не видел я я видел страшные вещи вот с чего бы достал меня я я тому времени уже там пару лет уже до вышел уже как из традиционного православия но я недооценивал видимо вот с чего же он мне достал и вот все эти двадцать лет я об этом рассказываю собственно и мое служение собственно как раз помощь людям которые попали в эту грязь или же те кто они как бы идут в эту сторону чтобы они не попали туда вот в глазах всемогущего бога оказывается я так понимаю во сне это чтобы это было грязь глазами его как бы увидел очень дела вот когда в грязи сидишь и грязь ты то это грязь не такая она и кажется тебе плохая но когда-то уже в князьях уже тогда уже контраст очень серьезно задал уже ты видишь что это вообще это настолько отвратительно со стороны она все виднее на самом деле вот и я ужаснулся глаза всемогущего бога когда я молился я же молился много в свое время эти годы некоторые года своей жизни молился кому только не молился сотни различных имен я молился там и матерь иисуса христа марии называя богородица и царица небесной там и прочими титулами называя языческими я молился апостолом мучеником ангелом там кому только не молился в мои храмы где я служил в грязанской области потом брянской области даже стен газеты висели в каком остеотомов какой нужно молиться вот такое пособие для начинающего многобожника такое как я сейчас называю это вот и все это было в моей жизни то есть я молился искренно если бы я молился просто вот повторяя бы может не так это было бы грязно моей жизни но когда ты в болото попав религиозно одним словом чем больше ты копошишься чем больше дергаешься тем тебе и хуже тем тебя больше засасывает это болото очень дело вот если просто попал и мало дергаешься то как бы тоже затянет но не так быстро меня очень быстро затянуло потому что я очень много копошился очень очень сильно дергался вот и туда достиг этих определенных глубин сатанинских к сожалению вот ударился где-то одно и как говорят сейчас со дна постучали вот да но слава богу господь спас меня туда то есть я имел опыт не только молитвы разума святым но и имел опыт общения имел опыт ответов на эти молитвы и причины следственной связи я четко обустраивал вот молясь разным святым получал определенные ответы вот и связывал это непосредственно как раз вот именно с опытом восточной православной церкви знаете ли и только в девяносто шестом году меня осенило возвращаясь к слову божьему я увидел что в глазах всемогущего бога это мерзко это многобожие как его нередив христианские одежки там или какие другие это на самом деле многобожие это то самое от чего бог предупреждал израиля выпить из египта он сказал да не будет у тебя других богов при лицом моим вот то есть нельзя никого наделять божескими свойствами там все ведения все присутствие все знания абсолютно никого нельзя больше наделять кроме всемогущего бога святого больше кроме него никого абсолютно а он единственный во всей вселенной кто все знающий все ведущие все присутствующие и предобрейший никто не благ вообще как только бог наш вот и если иисус сказал так красиво сказал четко что если вы земные отцы да можете даяние благие давать детям вашим тем более отец небесный тем более отец небесный даст благо даст духа святого просящему вот и я скажу что по сравнению с добрым богом нашим богом творцам творцом небо и земли любой земной отец даже самый предобрейший добряк какой возможен на земле по сравнению с ним небесным отцом злой в сравнении в сравнении любой даже самый добрейший добряк даже самый альтруист и альтруист сравнению с богом он законченный негодяй и эгоист и знаете насколько все удивительно в этом мире иисус сказал однажды записано в 3 главе и она помните разговор его с неходимом он сказал интересные слова такие что как моисей вознес змея в пустыне так должен быть вознести она и сына человеческому чтобы всякий верующий в него не погиб но имел жизнь вечную помните да у нас насти там и потом дальше ибо так возлюбил бог мир да вот мы селы и звездами в пустыне а вот и а чего это говорит если мы пойдем по параллельным местам этим в числа мы увидим что что ситуация во время вот этого выхода была ну порой очень критически такой из-за ропота из-за недовольства это это страшно вышедшие из египта попали в очень тяжелое такое испытание да наказание даже они были поражаемы змеями вот в оригинальной библии еврейском оригинальном тексте в переводах смягчено почему-то все смягчается почему-то весь трагизм почему-то смягчается но на гаджеты я всем рекомендую наши скачивать библию с номерами стронга это очень сильно помогает вообще вот именно смотреть оригинальный текст еврейский и буквальное значение вот этих слов которые там библии записаны это порой такое чтение что волосы дымом поднимаются честно говоря вот в числах там в русской библии там смягчено и других многих переводах украинский проект классический тот еще старый а вот в новом издании украинском там уже кстати ближе к оригиналу там стоят не только змеи физически имеется в змеи да но там и сверхъестественное поражение имеется в виду там имеется в виду еще там стоит слово серафы серафимы 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 ангелы до ангелы хорошие но как хорошие ничего личного вот это работа служебные духи они могут прийти как с хорошими новостями так и с нехорошими новостями вот каждую пятницу вечером встречая шаббатку поем обычно и дома практикуем это приветствие ангелам старая добрая еврейская песня очень красивая это не молитва ангелам это приветствие это пограничная пограничная это не акультизм но это границы это острие бритвы редко кому удается но евреям часто удается пройти вот прям по острию буквально вот значит приветствие ангелам и сейчас здесь тоже ангелы присутствуют посланники всевышнего и их много бывает собрание небольшое но большое количество ангелов бывает наоборот тоже такой переживал огромное собрание многотысячное собрание ангелов раз-два пчелся вообще небесам не интересно бывает а бывает наоборот небольшое собрание но я в киеве даже испытал это такой стресс я потом удивился у всех церкви там священники были просто многие просто настолько были удивлены вот но бог подтверждал это для них вот таким присутствием своим вот это свидетельство я просто удивился я не видел физическими глазами но как будто вот другими глазами какими-то увидел удивительную картину я приехал пораньше на служение просто вы помолюсь перед собранием помолюсь вот и пустой зал никого думаю начать сейчас молиться или дождаться братьев но начну сейчас молиться вот и я даже не помню с чего началось я значит просто выходил вперед думаю а я начну здесь помолиться буду ну как будто перед залом и вдруг я явно понимаю что здесь огромное количество сейчас этих ангелов я так думаю что это такое у меня и отчетливо некоторые лица этих ангелов они как человеческие лица и некоторые из них поняли что я их вижу они стали улыбаться еще шире я так думаю нет я не буду показывать что я их вижу но они все равно усекли короче все я себя выдал удивлением поначалу потом уже пытался сделать вид что я их не замечаю но было уже поздно они стали все улыбаться радостные такие еще больше он еще и я молюсь ну думаю ладно сейчас я буду молиться уйдут по своим делам я стал молиться они еще больше они вообще стоят короче вот это да у меня и я даже когда братья стали приходить думаю зря они пришли в таком собрании дальше но я стал рассказывать о них они говорят у нас просто шаря с дыбом поднялась теперь мы поняли что такое здесь собрание еще пустое никого нету а вот как будто бы есть прям это что-то такое произошло такое теперь мы поняли почему вот потому что действительно но потом я уже никого этих не видел за счет и собрание было обычно совершенно как бы такой ну не скажу там что такое произошло ничего не происходило типа такое ну сверх такого ординарного но вот это впечатление оно осталось запомнилось очень сильно вот и приветствуем вас ангелы посланники всевышнего приходите с миром потом да пребывайте с миром ангелы господни посланники посланники всевышнего потом в конце мне нравится ну и уходите тоже с миром ну да с вами хорошо но как бы без вас как спокойно бывает ну одним словом с миром давайте с миром да но понимаете когда когда люди когда молятся самим ангелом понимаете когда люди пытаются наделить их совершенно не свойственным им свойством они не ходатые не посредники ни в коем разе никто из них абсолютно никто из них и и даже библии есть примеры потрясающие и ветхом завете а в новом так там вообще в откровении помните апокалипсис и он пишет что он уже был человек не молодой да он был апостолом он был любимчиком можно сказать насчет господней был в ссылке на патмосе да значит и он видел видение записал его и вот интересно он пишет в завершении своей книги он пишет что он пытался поклониться ангелу вот это падение апостола да оно описывается но и он пишет это позорство пишет и для того чтобы мы позорили его да и говорили вот какой иран вот значит седина в городу без ребро значит вот значит всю жизнь апостол и а под конец с кем вот упал пред ангелом но надо же было ему да вот так вот нет нет не для этого и он пишет да что для нас что была наука чтобы мы знали знаете ли слава богу что ну хороший из наших описать если бы она к другой бы который под видом нашего вот да есть такие товарища что нам со всеми товарищей да есть такие вот значит и знаете ли вот а если бы другой бы да переодетый он сказал о молодец и он поклоняйся молодец да вот наконец-то конечно милый человек умудрился все таки поклониться нет это был хороший ангел правильный он сказал нет богу поклонись пожалуйста нет не богу поклонись и потом опять 25 значит и он опять поклоняется ангелом там ему курсивом набрано русской библии потому что в оригинале там не говорится что ангелом поклонился второй раз а там через ангела посредством ангела создать он хотел поклониться уже но даже это поклонение не быть не принял ангел опять-таки богу поклонись господу поклонись то есть не непосредственно ангелу и не через ангела богу поклонение не достойно не достойно верующего человека не достойно христианина и иоанн это написал нам в назидание в нам в наставление а чтобы мы не грешили таким образом чтобы не падали и ну и еще и другая наука тоже в этом есть определенная что даже если ты всю жизнь пропахал на огороде царства божьего и там и апостол там и помазанные все это не является страховкой что завтра не упадешь вот так вот что значит держи ухо востро держи ухо востро всегда вот хотя он там и в ссылке за слово божье и нападность и все эти откровения и видения но все равно держи ухо востро взирай на начальника веры совершителя веры иисуса христа только в этом наш путь христианский это другого нету и знаете друзья и когда иисус он сказал вот что как муисей возьмет змеи в пустыне но есть моя там версия что скорее всего идет речь не о змее такой обычной там кобра или герза или там какая еще скорее всего идет речь о серафах серафимах судя по оригинальному тексту еврейскому разбирал несколько раз и потом обращался к раввинам традиционным немессианским к мессианским обращался тоже вот тем кто разбирает эти тексты иврита один из моих друзей он тоже раввин но он еще не мессианский к сожалению насчет традиционный раввин тоже начинал в православии кстати свой путь когда-то тогда восемьдесят седьмом восемьдесят восьмом годах мы вместе служили получается чтецом должен был ипотиаконом он на год или два он пораньше начал свое служение только он в великом новгороде там вот а я в орле вот и потом из-за там была выходка митрополита антисемитская такая была выходка и а у него ярко выраженная такая синицкая наружность внешность и он даже из такой семьи которая не скрывала даже своего еврейства абсолютно и ну таких в россии немного было вот и и знаете ли а после вот того как его там оскорбили обидели прямо в алтаре прямо присутствие нам всех там священнослужителей во время все на что и одним словом а потом они пропали оказывается они уехали в израиль тогда еще при союзе последние годы были союза они выехали а там в израиле они стали приобщаться как бы корням в традиции к религии и он стал не просто там а стал учиться решили вот значит стал раввином там проходил там практику в израиле как положено там у них там после их семинария получается да а потом куда он попросился в россию так интересно ну поехал россию вот значит и мы с ним уже встретились в разных ипостасях в разных он рэбэ думаю вот это эдик думаю ну теперь он же не эдик уже далеко но как бы вот это да интересно получается и тоже мне же интересно как бы я его снабжаю там христианской литературой под работу он меня иудейской вот значит и так вот взаимодействуем общаемся вот значит и ну нет по-доброму по-хорошему так насел не перетягивание каната вот и значит и интересно что вот тоже разбирая текст оригинальный в объяснениях различных толкователей таких классических старых еврейских да и современных толкователей что вероятнее всего там идет речь не о простой змеи такая обычная змея а серафа вот я как художник загорелся просто этой картиной и нарисовал эскиз там многофигурной такой композиции большой хотя я обычно я пейзажист моя страсть это пейзаж всегда но иногда натюрморт иногда портрет но такие монументальные такие композиции большие дает как бы я всегда это чурался как-то ну в советское время там мы всех алтурили там от училища там этих рабочих покойников рисовали ну как бы может с тех пор у меня аллергии на многофигурные эти композиции знаете ли значит но но а здесь эскиз родился сам собой много фигур и вот этот медный змей это как стираф он закрывает двумя крыльями лицо двумя ноги двумя летает и сияющий блистающий над огромнейшей толпой и издалека напоминает крест господний крест иисуса и а дальше силуэтом на таком небе помрачневшим уже как бы вот контур ну чуть-чуть слегка слегка присмотревшись можно будет увидеть вот это распятие как бы головку указание на головку мне это так сильно впечатлило я идея пришла и сразу ее набросал думаю вот это да мощно но пока это все в эскизах вот хочу это реализовать тоже такое полотно тоже большую мастерскую там она большая будет работа и и знаете интересно что тем более изображение гадов то бишь всяких присмыкающихся были осуждаемы богом запрещены а вот изображение ангелов как бы нет такого даже в храме там бог повелел делать серафимов там херувимов чекарной работы значит да значит но не для поклонения конечно не для поклонения не для почитания ни в коем разе вот потому что ключевым во второй заповеди запрещающий идолопоклонство является согласно и еврейской и христианской системы оплакования является именно классический не поклоняйся им и не служи в мусульманской традиции там другая там другой акцент мусульманской традиции во второй заповеди у них считаются все известные хадисы все известные толкователи у них славятся на другое как раз не делай у них акцент сделано не делай вот но в древних еврейских и поздних христианских толкованиях всегда акцент делается на не поклоняйся и мы не служили им потому что из не делай есть масса исключений вот а из не поклоняйся и не служим нет исключения это аксиома просто-напросто аксиома и поклонение и служение господу богу всемогущему слава богу вот так вот дамы и господа и их тогда вот те ужаленные укушенные раскушенные люди да представьте а таких змей всяких гюрза там кобра до ядовитых змей можно отбиваться а попробуй отбейся от сверхъестественного поражения как говорится против лома нет приема как отобьешься от ангела как отобьешься от серафима серафима насчет сераф серафим да арабский асрофию но тоже с этим арабской традиции тоже перевода похожие как и еврейском буквальном тексте имеется ввиду пламенеющий горящий огненный имеется ввиду но с другой стороны есть еще другие толкования другие как бы объяснение этого слова какие жалящий поражающий то есть вот опять-таки ангел ничего ничего ради чего он послан либо осветить да либо поразить вот он может прийти и так и так на эту землю вот в том случае среди вышедших да значит был робот недовольство и вот было поражение но если опять-таки а таких змей можно было биться то от сверхъестественного поражения нельзя было биться и вот было решение следующее да по сделать изображение которое впоследствии стало называться нехуштан помните да а 4 царство 18 главу где описывается такая реформация произошедшая тогда в иудее в иерусалиме да в иудее и было уничтожено изображение нехуштана этого медного змея потому что написано до самых тех дней кодили и призвали его имя ну называли его или там буквально текст в оригинале призывали его имя как нехуштан то есть молились взывали к нему и кодили ему, служили изображению и молились ему. И это было неугодно Богу, конечно, потому что Бог не повелевал поклоняться и служить этому образу изображения, ни в коем разе. И когда это изображение было уничтожено в момент реформации в Иудее, то за это Бог очень сильно благословил еврейский народ, очень сильно благословил. Потому что, когда пришли, вскоре после того пришли враги, помните, там страшная история описывается, шансов у Иерусалима выстоит, не было никакого. Армия ничтожена в сравнении с врагами. Огромнейшая армия пришла. И у евреев не было шансов физической сопротивляции. Молились, взывали к Богу, царь взывал к Богу, люди взывали к Богу. И Господь послал ангела. Опять-таки, пришел один ангел, который прошелся ночью по рядам противника и убил всю их гвардию. Не просто он убивал другие второстепенные значения подразделения воинские, да, там пушечное мясо, просто не-не, он убивал именно гвардию, именно передовых воинов. И когда ночью, утром встали, глядь, полно мертвецов. И их нецари поняли, что все, шутить с Израилем не получится никак. Воевать с Израилем не получится, если предпрошелся ангел поста на ночью и поразил врага. Вот, и Иерусалим был спасен. И вот реформация, описанная 18-го лет, 4-го царства, это для меня одно из таких просто, ну, огромных... Я когда по истории христианства рассказываю о реформации в Европе, я ссылаюсь на опыт реформации в Израиле тоже. Вот, слава Богу. Так вот, дамы и господа, и Иисус, он сравнил себя с этим медным змеем, с этим изображением, с этим образом. Тогда, в числах, для укушенных, поражаемых людей, был лишь один выход спасения. Какой? Взирать на это изображение. Сегодня всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Сегодня для нас крест Господень, да, это не просто изображение креста. Многие христиане понимают буквально. К примеру, вот на мне крест сейчас, да, изображение креста. Но крест не спасает на самом деле. Крест не спасает. Не тот, кто на нас, больше того, кто в мире, а тот, кто в нас, написано, он больше того, кто в мире. Тот, кто в нас, не кто на нас. изображен, допустим, или крестное знамение. Я вчера был в этом репцентре, а потом после уже общения один из братьев подошел и говорит, а вы креститесь? Я говорю, ну могу перекреститься, в принципе. Могу и так, могу и сяк, и так, как хочешь. Нет проблем. Главное, что я знаю, что не крестное знамение спасает, не знак Креста, а Христос, сам Христос. Для меня это лишь образы, для меня это, ну опять-таки, вещи пограничные. Я сам не рекомендую носить крестики. Мне некоторые говорили, тоже там, братья, даже у нас в церкви, носить, не носить. Я говорю, а зачем? Вам это надо? Потому что очень часто человек, он привязывается к этим вещам. В Израиле, что же, не сразу же была такая проблема. Не сразу, что они вот после того, как было спасение, да, от этих змеев, от поражения в пустыне, они же не сразу прям вот стали кадить ему там и называть его, призывать его как Некуштана. Не сразу. Но проходили поколения, знаете ли, этот памятник истории, да, значит, исхода, он сохранялся. Вначале, может, как напоминание, вот, о давно минувших днях там, а потом уже и не только как напоминание, но уже и как предмет поклонения. Вот. И мало-помалу враг наглый такой, что ему палец в руки ложи, по локоть отхапывает сразу. Вот. Знаете ли, Израиль много выстрадал из-за идонопоклонства и из-за многобожия. Поэтому религиознаголизм чаще всего вот как раз вот в этих вещах, он где-то возле этих вещей всегда и вертится. Поэтому сам я, хотя являюсь да, архиепископом сейчас вот, священнослужителем нашу панагию, крест, как знаете, моего служения сейчас, но я сам просто умоляю братьев, будьте с этим осторожны. В смысле, не придавайте этому значения. Если придавайте этому значения, именно как оберегу талисману, то, ну, попадешься на удочку врага. Зачем? Ну, должен понимать, что тот, кто в нас, он больше того, кто в мире. Неважно, на тебе есть изображение, нет изображения. Кстати, у нас в церкви даже я делал такое, ну, там, сестры были, спасибо, спрашивали по поводу там этого крестного знамения, а, нет, ношение крестиков. Я говорил так, что, а вот вы попробуйте, снимите сейчас крестик и, значит, не носите, допустим, там, день, два, три, допустим, да, а потом, ну, пообщаемся, вот, поделитесь вашими, вот, переживаниями. Вот, и каждый раз, сестры признавались эти, вот, каждый раз, ну, по-разному, но признавались примерно в одном, что, да, была все-таки зависимость, оказывается, то чувство неуверенности какое-то было, вроде как бы, вот, что-то не хватает, вот, вроде как бы, вот, как будто бы, безоружный какой-то человек, у некоторых даже была такая уже форма зависимости, уже, ну, далеко зашедшая, даже были такие моменты, что, признавались, что даже теряли сон, и вообще, и кошмары все эти новые, то есть, люди вот, реально, на самом деле, были от этого зависимы. Я получил освобождение, опять-таки, через Слово Божье, вот, и когда, крестился раньше, допустим, и носил крестик, для меня это были, вот, не просто даже, как бы, вот, знаки моего служения, мнения, я к этому относился, как к мистическому богословию какому-то, знаете ли, вот, как к защите, поиски с молитвами, разные нательные крестики, значит, крестик, и медальончики, разные кулончики, как бы, время, место особенного присутствия вот этих святых, как бы, вот, я вот так это расценивал. Какая разница между классическим и религиозным оккультизмом? А, ну, да, классический или светский оккультизм, да, и религиозный оккультизм. Ну, в принципе, как говорится, хрен резкий не слаще. Разница небольшая-то. Просто, классический светский оккультизм, он обычно не связан с, каковой религией вообще, значит, и с Богом. Хотя, даже светский оккультизм, обычно они все равно говорят, что мы как-то там от Бога и прочее. Религиозный оккультизм, это тот оккультизм, который практикуется, будем так говорить, в церкви, который практикуется именно в церковной ограде. Есть такое выражение, такое в православии. В церковной ограде. А светский, это тот, что за периметром церковной ограды, как бы, существует. Ну, к примеру, у протестантов свои проблемы, у католиков свои проблемы. Я больше, к примеру, о православии могу рассказать, вам таки поделиться. Хотя, есть у меня примеров много и такого религиозного оккультизма, и протестантизма. Не думайте, что какая-то конфессия на земле свободна, может быть, или гарантия быть вашей, как бы, независимости. У нас лишь одна гарантия, это сам Иисус Христос. Это взирать на Христа. Поэтому, чуть в сторону от Христа, взгляд, неважно, какой-то конфессии, динаминации, то, ну, проблемы всякого рода возникают. Нет, вот в протестантском мире есть огромный плюс. Слава Богу, есть огромнейший плюс, который перекрывает многие минусы. Значит, в протестантских церквях, за редчайшим исключением вообще, ничтожнейшим исключением, не молятся никому кроме Господа. Почитание образовав, значит, икон, мощей у вас нет. Нет мощей, да? А то, мало ли вдруг, как бы, не знаю, косточки в студию. Нет, всякие моменты бывают. Я читал там, особенно в харизматическом братстве, там все у меня очень даже неоднородно. Очень даже неоднородно. Я читал выступления одного бывшего харизматического пастора, ставшего католиком, очень жалко мне Ульфа, честно говоря, очень жалею я его. Погибает душа. Мне было очень неприятно видеть его фотографии. Я подписался тоже на его страничке, и фотографии, когда он в паломничестве, перед статуей Мадонны, к мощам прилагается. Мне это неприятно, как вот смотреть вчерашний проповедник Евангелия, сегодня он лобозает кости, и сегодня перед статуей Мадонны читает Розавий. Я понимаю, что общение с бесами очень похоже на общение с Духом Святым. Очень похоже. И при том обмануться очень легко. И не важно, ты апостол, не апостол, ты начинал миллионы, тысячи церквей, миллионы тебе покаялись, не важно. Иоанн был тоже не лыковшик, знаете ли, наш брат, но однако же попался. И он пишет об этом, признается в этом. Поэтому за Ульфа я молюсь, переживаю, молюсь за него, за его семью, чтобы пришел в себя человек, пришел в себя и вернулся к Богу. Хотя он до сих пор многие вещи очень здравые говорит, я читаю в этом его не только вступление, очень интересные заметки такие у него есть, очень интересные. Но в целом, конечно, картина удручающая. Мне очень неприятно видеть также других некоторых протестантов, допустим, которые там тоже кости ловызают. Я от этого наоборот знаете ли, людей отвожу как раз в сторону и говорю, что это в христианство преднесенное извне. Но завтра уже я буду там подробнее рассказывать об этом. Сейчас уже время уже к концу, сегодняшний вечер прошло все. Надо будет завтра как-то разделить, наверное, не знаю, ну ладно. Перерывчик сделаем, да, извиняюсь, тоже как-то даже так. Но завтра сделаем с таким перерывчиком небольшим. И вот, значит, готовьте ваши записки тоже хорошо, заранее прям даже. Подумайте дома, что бы вы спросили у батюшки, допустим. Даже у него информатора, вообще, к примеру, ну не всякий раз батюшки тоже бывают гостя, да, зачем? Вот. И, значит, приготовьте и вот пишите. Я просто лишь ответить на ваши вопросы. Ну, желательно по себе, конечно. Потому что есть много других интересных тем, конечно. Вот. И я, чего упомянул-то как раз Ульфа, вот, я общался просто с некоторыми братьями тоже, вчерашние служители даже протестантской церкви, которые сегодня вот в традиционном католицизме и в традиционном православии. Вот. Общался и сделал такой вывод, что обмануться очень легко, если ставить приоритетом какой-то свой опыт, если ставить приоритетом ну, что угодно, но, да, а учить отцов, кого угодно вообще, если не Иисус, только Иисус, если только ни слова Божье. Знаете, Иисус сказал, тоже местописание такое, покажите, Матфея 22-29, в 22 главе там эпизод есть потрясающий такой, эпизод разговора Иисуса с саддукеями, учениками саддука, последователями саддука. Их нельзя было упрекнуть в незнании писания, поэтому там перевод синодальный, он не совсем даже и верный и по смыслу, и по тексту. Но красиво. Там написано «заблуждаетесь», сказал он, «не зная писания, ни силы Божьей». И по тексту, и по смыслу там совсем по-другому, немного по-другому там сказано было, потому что на самом деле Саддукеев в незнании и написании нельзя было упрекнуть даже, будем так говорить, а там буквально как бы пренебрегая писанием, или переступая через писание, или же перескакивая через писание. То есть как бы Иисус имел ввиду не буквально незнание Библии, а имел ввиду такой, ну можно выразиться, сектантский подход, это беру, это не беру, или перескакиваю, перескакиваю через одно на другое. Вот как бы одним словом «не смотрю в контексте», «не смотрю в контексте главы и писания». Я понимаю, что есть такие приемы даже в гумилетике в семинаре, что получился, гумилетика, и в протестантских школах гумилетика есть учение проповеди. Там есть такие примеры, приемы такие, допустим, от обратного. Можно, допустим, взять плохой пример, но как бы его выводить как хороший, с хорошим смыслом. Допустим, один из таких страшных примеров, я лично просто слышал это, лично, не кто-то, в Киеве на большой конференции, большом служении, многодысячном харизматическом служении, конференции, были там такие выдающиеся, не буду называть имена, известные очень. И спикер, он провозглашал прямо со сцены, значит, он говорил в проповеди, начал за здравие, кончил за упокой, вообще-то. Начал вроде неплохо. А потом начал так говорить, что вот строительство Вавилонской башни, мол, это, конечно, негативный пример, но говорит, вот как они строили, представьте, как они хорошо строили, да, что даже Бог был в шоке, как бы, от их энтузиазма. Вот как бы, и даже Господь не мог бы их остановить, да, вот еще, и ему пришлось Богу смешать их языки, как бы, чтобы рассеять их, как бы, да, замыслы. И вот, и он там в конце сделал выводы такие, значит, что вот, значит, надо, мол, нам строить царство Божье так, что даже нас Бог не остановит. Вот. И я это взросил со своими ушами, и потом это потом, ну, может, мало ли, может, бывает там, что-то там загнул там в кроковиде, да, еще что-то недобовразумительное, но он, наверное, стал повторять эту мысль. Ладно, мы там проехали. Он стал ее повторять не раз и не два. И в конце, плюс еще, в конце стал в молитве это провозглашать, что мы построим царство, мы строим царство Божье, мы немрода нашего времени, прими дух немрода и скажи, я немрод нашего времени и, а немрод наш, это антихрист. Как бы, ну, ясно вообще по Божий день. Вот, значит, и мы построим царство Божье, даже Бог нас не остановит. И так было повторено несколько раз. И там смотрю, пастыри вроде повторяют тоже, но я, нет, я говорю, я в этом не участвую. Вот, и уйти не уйдешь, там в первых рядах посадили уже. Вот, как бы, народу там немедленно, как бы, и не выйдешь. И повторять не хочешь это, думаешь, ну, думаю, точно, блажен муж, который не ходит на такие конференции, думаю, оно мне надо. Вот, а то получится, как от волка допятился, на медведе нарвался. Или как из полумяда в пламя. Вот, здесь со своими православными бесами разбираться, еще и с протестантскими еще. Вот, и на счет всяких своих еще импортных еще. Но, в принципе, это все, как бы, одного поля ягода. На самом деле, Иисус, говоря, пренебрегаясь Писанием, да, и силой Божьей, действительно, заблуждение приходит в жизнь человека. Не важно, какой конфессии, какой динаминации. Тоже помню, в белорусском братстве союза 50-ников Белоруссии, там есть несколько сестер, одна сестра известная, там, у них сосудом называется, пророчицей. Епископы, пастыри, уже старцы, епископы и пастыри приезжают к ней на, вот, как бы, за словом. Вот, это настолько, ну, ладно, это уже другая тема. Ну, это тоже, это очень печально, конечно, все, но, но самое печальное было, когда, значит, мне пришлось не разговаривать этим словом. Вот, мне пришлось с ней разговаривать с этой женщиной, она уже лет 60 уже в этой церкви, то есть, она уже ставится и она всю жизнь фактически самой юности она, значит, в 50-ническом движении в этом, вот, значит, и последних лет, там, 40, даже больше, она, значит, пророчица. Вот, значит, и когда пообщались, а я, вначале помолились, помолились на языках, вот, что-то у меня ёкнул сразу внутри, что-то не то. Ведь масса подделок. Вот, мне порой, ну, как бы, и поднирует, конечно, такая святая простота протестантов, 50-ников, харизматов, вот, если молились на языках, вроде как бы уже все, ну, ничего, ничего не значит, еще. Вот, знаете, значит, там, и, ну, ладно, значит, и, интересно, значит, вот она как бы молилась, и ты реально понимаешь, что внутри есть чуйка, подсказка-то. Когда погружаешься в Бога, а Бог в тебя погружается, тогда уже на мякине тебя не проведешь. Знаете ли, а потом по ходу разговора все стало ясно, как Божий день. Она сказала такие вещи, что, мол, мол, я зря, мол, так ополчаюсь на некоторые такие доктрины. В частности, шла речь о молитве за упокой. Я вот не молюсь за умерших, давно уже. За упокой не молюсь уже, с того самого 96-го года. Завтра расскажу там об этих деталях. Так вот, я отказался от молитвы за умерших сознательно, осмысленно, это сделал на основании писания. Вот, и, да, даже еще будучи последней там неделе настоятелем храма там в Брянской области, но я уже в личных молитвах я уже не молился за упокой. Я понимал, четко определил для себя, что я буду молиться за живых, за здравие. Что за умерших есть лишь один пример молитвы, я так рассудил тоже на основании Слова Божьего тогда, это молитва за воскрешение недавно умершего человека. Вот, самый удивительный случай описывается там в 11 главе Иоанна, когда вот воскрешение праведного Лазаря, да, когда он уже смердел уже, уже четвертый день был уже, когда уже, согласно даже всей теории религиозной, иудаизма, тогдашнего, тысячашнего, уже невозможно воскрешение-то. Потому что первых три дня верование еврейское, классическое, да, что первых три дня возможно возвращение, как говорится, души в тело. но после третьего дня уже все, уже ни душа никакая, ни праведная, ни грешная, никакая, ни такая, ни сякая, не может уже вернуться в тело, ну, только лишь при всеобщем воскрешении, там, воскрешение праведное, допустим, все. И даже в Хевроне, там, показывают место до сих пор, вот, как бы, Хеврон, Хеврон, по-ебрейски, что, связывает, да, связывает, связывает, Хеврон, и вот это Хеврон считается, как раз, этим местом, где, вот, как бы, вот эта клубовина, по которой души человеческие спускаются, как бы, в это земное бытие наше, и потом, ну, там же поднимаются, короче, трубазные миды, вот, как бы, да, та самая, мистическая, души поднимаются. Одним словом, там, свои, там, есть нюансы в еврейской теологии, но после третьего дня вам уже ни один рэбе не скажет, что возможно, вообще, в воскрешении. А в то время, и подавно, религиозная грамотность была на высоте, вот, да, были школы Гелеля, школы Шамая, да, классическое такое еврейство, да, значит, были разные секты, ну, в хорошем смысле слова, иудаизма, разные школы были, вот, такие вот, упомянутые, которых Иисус там, и в хост, и в берегу, значит, он там обличал вообще, значит, и садукеев, и фарисеев, и даже книжникам доставалось на реки от Иисуса, знаете ли, вот, единственное, кого Иисус не обличал, это были, вот эти, зелоты были, да, ну, она больше политически-религиозная, хотя тоже религиозное, такое было направление, вот, и, и есеи, ну, это две таких, крайних, таких школы, вот, зелоты, это как правосектор, еврейский такой был, да, они вот, да, вот, они вот, ну, воевали там за Израиль, короче, вот, значит, а, да, добровольцы там были, да, ну, для удобства сравнения, для удобства понимания, вот, и есеи, это были, ну, тяготели, наоборот, к пацифизму, как бы, наоборот, такие, что, хотя они тоже могли, конечно, за ножики взяться, но, в крайней ружье, но, в принципе, они в основном были пацифистами, люди мирные были, чаще всего, даже их с монахами сравнивают, ну, как бы, это очень с потяжкой, ну, ладно, вот, значит, и Иисус, кстати, он, вот эти, вот эти две секты и не осуждал, почему, потому что, это не потому что их учение во всем там,